давайте начнем 18 глава у нас сегодня предварительная заработная плата Марк сразу пишет, что он будет разбирать два вида заработной платы одна повременная, вторая штучная, остальные он не будет брать, потому что их много, сложно и может только запутаться, это можно записать отдельную книжку по этому вопросу разберем только две основные первая у нас глава по поводу зарплаты, это 18-я повременная зарплата то есть когда человеку платят за время вторая глава будет, это которая по штукам когда сколько ты сделал, столько тебе штук и заплатили итак, разберем у нас получается повременную заработную плату тут есть такая маленькая суть, что заработная плата повременная это форма, форма заработной платы это диалектическая категория, которую опять же использует Маркс мы обещали каждый раз говорить, что так и так у нас надо подчеркивать каждую отдельную категорию чтобы было понятно, что это не просто слово диалектическая категория форма, это когда, допустим, стул да, стул это суть суть это заработная плата а форма этого стула, со спинкой, без спинки это уже повременная итак, рабочий у нас, получается, продает время мы до этого рисовали каждый раз в графике до 0 часов, до 8 часов он работает вот он как раз продает время сколько часов он отработал, за столько часов получил очень близко сегодняшняя форма обычная, которая у нас принята это окладная система укладки, так называемая что такое окладка, когда тебе говорят ты будешь получать 30 тысяч за работу в 30 дней по 8 часов соответственно, если тебе там надо опроситься на один день пойти к врачу, съездить к родственникам или еще куда-нибудь тебе берут этот один день и отнимают делят на 8 часов из-за вечной зарплаты в 30 тысяч отнимают за один день и там получаешь, грубо говоря, 29 тысяч 2 дня, 28 и так далее вот тут как раз примерно мы этот вопрос и будем разбирать единственное, что и поправкой, что современная окладная схема, она чуть-чуть отличается просто по временной по временной зарплаты сейчас тоже присутствует это обычно, когда люди нанимаются на всякие сельхоз работы подсобнанные работы когда говорят, вот, ты убираешь от забора и до обеда вот сколько собрал урожая за столько это самое, мы тебе и заплатили за это время то есть чисто время потому что в окладной системе там все зависит еще от количества дней допустим, какой-нибудь иваль месяц у нас там неделя выходных соответственно, там и 30 не рабочих вы получаете, что все равно 30 тысяч и там есть свои нюансы, мы это разбирать не будем только по временную оплату которую разбирает и маркс итак, получается, рабочий у нас продает время он приходит за это время и ему платят соответственно, сколько ты отработал, все же тебе за это дело и заплатили сразу хотел маленький нюанс привести у маркса есть пример когда он берет оплату в 3 шиллинга и делит ее на 12-часовой рабочий день и получает стоимость часа в 3 пене здесь нет никакой ошибки еще раз напомню маркс использует английскую денежную систему она до 1960 какого-то года сохранялась в таком виде и перешла на десятичную систему только вот когда реформа в 1961-1968 где-то совсем недавно до этого у них система была не десятичная они считали дробями у них были шиллинги, пенсии были фунты, были генеи то есть там все очень путано и запутано кроме англичан эту систему вообще никто не понимает поэтому не надо думать что там опечатка или маркс ошибся и вообще-то много будет примеров в этой главе везде надо помнить что тут не десятичная система она вполне объяснима людям тогда было проще воспринимать частями делить что нам привыкшим к десятичной системе сейчас не очень удобно вот как допустим рубль это серебряный слиточник который делился на десять частей но разделить кусок металла на десять частей неудобно его удобно рубить пополам сначала пополам одна пятая потом еще пополам одна четвертая поэтому у маркса очень много там не десятичных дробей а натуральных потому что особенности Англии ее счета и так тут же очень главная мысль в этой главе проходит маркс ссылается на английского одного экономиста сам подчеркивает развивает и объясняет что размер заработной платы зависит от количества времени то есть чем больше времени вы проработали в часов в день тем меньше вы получили то есть грубо говоря чем короче рабочий день тем выше зарплата это подмечали еще до маркса это маркс выявил в капитале этот закон он кажется немножко таким непонятным то есть как так почему я меньше работаю больше получаю за счет чего это происходит и вот немного как раз маркс разбирает как это происходит дело в том что когда человек много работает больше работает капиталист использует эту дополнительную прибавочную стоимость когда он удлиняет наш рабочий день он пытается всячески ее не оплачивать опять же мы встречаемся сегодня на работе давайте я предлагаю в обед сегодня давайте проработать в обед а за счет этого часа в обед который вы поработали вы соответственно создали новую прибавочную стоимость капиталист ее уложит не к себе в карман зачастую он использует вашу сверх эксплуатацию для того чтобы конечный продукт сделать дешевле самый простой пример вы сидите продавец в магазине обслуживает клиентов вы на час больше поработали больше клиентов получили больше товара продали зарплату у вас не выдаст все что вы больше продали сверх доход его можно опустить на что на понижение цены товара товар в магазине более дешевый становится становится больше покупателей больше покупателей больше оборотов выше прибыли то есть это борьба с конкурентами у маркса есть пример булочников которые в Англии на тот момент существовали в принципе у нас пекарня по тому же поводу схеме сейчас точно так же можно найти на рынке хлеб есть дешевый есть дорогой дорогой он на самом деле не дорогой он примерно как можно было сказать по советским нормам он продается по себе стоимости то есть нормальный рабочий день восьмичасовой пекарь отработал столько хлеба сделал столько муки плюс норма прибыли вот он получается стоимость хлеба а были пекари которые активно пытались цену хлеба снизить и тем самым продать побольше деппинг называется то есть мы эксплуатируем рабочих сверх меры они там работают час обед поработали после рабочего дня поработали соответственно немного поработали а получили столько же муки заложили на это количество товара столько же но цена хлеба в итоге получается дешевая и соответственно у тебя больше клиентов и ты дальше с этим своим конкурентам постепенно капиталистов привыкают к этому делу и постепенно это становится нормой и в ряд булочных как маркс ищет у них там вполне нормально было рабочий день по 14 часов для булочной без каких-либо вопросов тут же он приводит это отсылка к следующим главам но он здесь тоже немножко рассматривает вот эти же булочники для снижения себестоимости для борьбы с конкуренцией начинают не только не доплачивать своим рабочим они начинают рабочих дешевых искать это гастарбайтеров сейчас мы тоже видим тот же Путин недавно по телевизору сказал несмотря на то, что у нас на стране безработица и она растет несмотря на то, что у нас недвенее оказалось безработных все больше и больше а Путин с телевизора говорит вот нам рабочих не хватает надо со Средней Азии пригнать зачем нужны рабочие со Средней Азии? они более дешевые они сбивают цену на рынке труда соответственно местные рабочие идут работать на более низкооплачиваемую еще работу для чего это все надо? не потому что Путин такой злой аааа, я там еще а не а все хочу сортиризм нет, все происходит гораздо проще капиталисты должны конкурировать с другими капиталистами местные капиталисты должны допустим с производством Китая конкурировать, чтобы ты покупал печеньки местные, а не китайские ты должен конкурировать в машинах и везде поэтому это выжимание дополнительного рабочего времени оно как раз и используется так ладно, дальше давайте не будем углубляться сильно в этот момент следующий аспект оплаты по часам это когда работодатель может менять ваш рабочий день от того как ему задумается как ему захочется со стороны рабочего казалось бы хорошо я работаю от забора до обеда от обеда до вечера я отработал, я там хожу ничего не делаю, упинаю что плохо лежит и стараюсь не работать побольше отдыхать поменьше работать а зарплата у меня та же но и капиталист со своей стороны так как он является нанимателем он распоряжается вашим временем он может делать с этим рабочим днем все что угодно вот нету у него сейчас заказов он говорит типа все сегодня ты без содержания свободен да конечно для рабочего хорошо он может не работать сесть и отдохнуть нормально но зарплату то он за это время не получит нету зарплаты нету денег нечего кушать с другой стороны потом когда работы у капиталиста присыпалось каких-нибудь заказов он может вам рабочий день ну ты же находил отдыхал отдыхал давай теперь сейчас работай пока есть заказ то есть это постоянно сужение расчирение рабочего дня но мягко говоря опять же в прошлый год как говорили это очень плохо влияет на здоровье работника плюс сверхурочная работа как правило когда идет вал много заказов она как сверхурочная не оплачивается это что было во времена маркса что сейчас есть термины сверхурочка и все это есть вроде бы все понятия но как правило обычный работник сверхурочный не получал ни тогда ни сегодня со сверхурочными есть еще одна маленькая проблема сверхурочные как правило они мизерные они в полуторном размере по нашему законодательству первые два часа последующие два часа вдвойном но как правило во первых стараются эти часы вообще не оплачивать в повышенном а если стараются в повышенном размере оплачивать то в неполном объеме у маркса это было тогда сейчас есть то же самое учитывая что когда работа идет сверхурочная складывается тенденция примерно следующая ну я получаю маленькую зарплату мне надо побольше поэтому я стою сегодня на сверхурочную и завтра и послезавтра в итоге человек ходит каждый день на работу и работает вместо 8 часов 10 часов и получает за счет сверхурочных нормальную среднюю зарплату у него средняя складывается только за счет того что он работает сверхурочно соответственно средняя зарплата уже много желающих на работу соответственно тебе можно зарплату чуть понизить чтобы ты еще больше сверхурочных работал и вот эта вот патагонная система она так и гонится на промышленных предприятиях в частности у нас в стране сейчас это очень распространено что нормальную зарплату ты можешь получать только если будешь работать сверхурочно статья была в группе по поводу карьерных грузовиков там как раз рассматривается чтобы получать среднюю зарплату по краю тебе надо в день работать по 12 часов то есть там водитель грузовика у него смена 12 через 12 вместо 8-часового рабочего дня у тебя 12-часовой рабочий день и только за счет 12-часового дня ты можешь получать среднюю зарплату начинаешь работать соответственно нормальный рабочий день у тебя зарплата резко проседает поэтому когда вы работаете сверхурочно вы снижаете заработную плату это опять же предыдущему пункту то что чем длиннее рабочий день тем меньше заработная оплата и здоровья конечно нету у вас будет инвалидность и все-все-все потому что 12 часов за рулем все мы знаем есть хорошая болезнь водителей от долгого сиденья с неприличным названием поэтому если вы не хотите есть страдать вот надо что-то в этом деле думать куда-то двигаться в этом направлении и так получается с одной стороны рабочий у нас должен иногда работать сверхурочно с другой стороны у него рабочий день нормальный он должен сидеть и зарабатывать зарплату а ему зарплату не дают потому что у работодателя нет работы и он ему день дает без содержания у меня допустим такая же ситуация была в чем проблема ты отработал меньше по времени и соответственно оплата у тебя будет меньше минус 2 дня соответственно получишь вместо 30 тысяч 28 а если у тебя допустим ипотека и ты из этих 30 платил 25 то у тебя начинается разница быть всего 3 тысячи и тебе на 3 тысячи как-то месяц не проживешь тебе по-хорошему то где-то подработать но у тебя же отпустили на 2 дня а за 2 дня ты не пойдешь ни день нужных денег не наработаешь то есть это мягко говоря казалось бы с чего мы начинали что это хорошо когда у тебя оплата от обеда до заката поработал и готов и свободен деньги получил а на работе можешь всячески филоники ничего не делать а по факту это способ как раз в руках капиталиста тебя кинуть на заработную плату потом когда перейдем к 19 главе там будет очень важный момент как и за счет количества штучного зарплаты за количество произведенных товаров когда тебе платят там тоже иногда капиталисту выгоднее перейти как раз на повременную и заставлять тебя чаще работать чем когда ты начнешь делать по кучу деталей и тебе придется большую зарплату платить и так в Англии 200 лет назад была забастовка строителей они при помощи забастовки далились ограничения сверхурочных часов в год которые можно привлекать рабочего сейчас у нас эта норма тоже существует в трудовом кодексе прописано это 120 часов в год то есть больше 120 часов в год вы перерабатывать не можете если вы перерабатываете больше это нарушение законодательства капиталисту опять же чем это выгодно когда определенный объем работы имеющийся коллектив не успевает его если сделать за текущий рабочий день за нормальный рабочий день как приводит Маркс такой термин соответственно работодателю надо нанимать еще рабочих дополнительных еще им заплату платить или использовать этих немножко доплатив им денег поэтому даже сверхурочку выгоднее заплатить рабочих доплатить эти сверхурочные часы чем нанимать новых людей дополнительную смену которая будет опять же не понимать что с ней делать и так еще раз повторим вывод сверхурочки опять же исходящий что чем длиннее рабочий день в отрасли тем ниже заработная плата опять же Маркс приводит пример из фабрик тогдашних английских где 10-часовой рабочий день был на фабриках там зарплата была выше чем на фабриках с 14-часовым рабочим еще и еще и еще опять же очень важный вывод что Маркс не зря берет что средняя зарплата по отрасли потому что не сильно у нас сейчас тоже наблюдается ситуация когда мы в отрасли у нас в разных отраслях разные рабочие если ты водитель карьерного самосвала у тебя может быть 12-часовой рабочий день спокойно это вот отрасль всех карьеров это такая а если ты допустим в отрасли перевозки людей работаешь водителем автобусов то там ограничения совсем другие там больше 40-ка часов нельзя в неделю а если у тебя длинные маршруты выводишь людей там 36 или 38 часов в неделю всего а если ты за рулем больше 10 часов то это количество часов в неделю еще сокращается поэтому количество часов карьерных самосвала больше со средней зарплатой а количество часов перевозки в аквапати то меньше а зарплата та же самая средняя вот такой пример по отраслям как можно использовать итак опять же сверхурочная работа чем она еще плоха когда рабочий соглашается трудиться сверхурочно дополнительно он фактически работает за двоих если он работает за двоих соответственно второго человека не берут второй человек где идет на биржу труда за забором как говорят людей много желающих на твою зарплату соответственно тебе можно зарплату помнизить а тебя заставить работать еще больше то есть соглашаясь работать на сверхурочку вы подстегиваете безработицу безработица подстегивает опять же как с теми же трудовыми иммиграциями которые ужаживает Путин у нас увидит безработица подстегивает падение зарплаты соответственно сокращение мотов еще больше увеличение продолжительности рабочего дня то есть это нарастает как снежный ком как лавина поэтому сверх эксплуатации это зло вы сами соглашаясь на работу сначала в обед потом после работы на полчаса до работы этим самым вы снижаете свою заработную плату и так о том что неоплаченный труд идет на подавление конкурентов это мы сказали у нас можно это продемонстрировать на примере Кореи и Японии как они сейчас воюют по поводу электроники сотовые телефоны цифровая техника вот у них примерно сейчас как раз этим делом корейцы активно возят в свою страну гастарбайтеров которые работают подешевле соответственно у них стоимость техники становится более низкая чем у японцев и они начинают японцев с рынка подвигать на что японцы естественно недовольны начинают кореи претензии выставлять кроме гастарбайтеров на сверху ручку чтобы работать да Маркс еще упоминает что использовались малолетние в то время ну дети все мы знаем что дети работали Джек Лондон писал все дела но опять же сегодняшняя жизнь пример пожалуйста живой был у нас такой Борисенко Алексей который будучи еще школьником учаясь в школе он работал в кафе у них по 12 часов смена это школьник которого вообще больше 4 часов нельзя привлекать он работал по 12 часов пожалуйста дети работают в кафе кафе дешево прийти покушать так что не надо думать что детей использовали только при максе сейчас детский труд вполне спокойно ходит используется тоже популярная добыча слюды в Африке тоже детский труд использует да не надо далеко в Африку ходить вот смотрите сейчас любая детская школа в детскую школу в обычную школу приходят каждый год перед этими каникулы наниматели нанимают людей работать как правило в сферу ЖКХ то есть они там цветочки садят помогая сварщикам таскать сварочные аппараты то есть разнорабочие их там привлекают все по законодательству все как положено 4 часа в день не более но как правило за первый месяц им платят 3 тысячи а за второй вообще обычно бывают заплатить у меня так племянник отработал 2 месяца после второго сказал нет спасибо мне так не нравится а что такое 3 тысячи за полдня ну хорошо за полдня это 6 тысяч на 6 тысяч хоть один человек сейчас пойдет работать это ниже мрота никто не пойдет на 6 тысяч а за счет того что часть этой работы делал средняя стоимость заработной платы падает поэтому где у нас нести зарплаты в ЖКХ там все зарплаты маленькие и никуда ты от этого не денешься это же замкнутый больше не детей туда привлекают тем ниже зарплата у всех остальных ну на этом наверное по временной заработной оплаты наверное все по поводу штучной мы перейдем в следующую часть она у нас также сегодня существует отдельная заработная плата но это будет совмещаться с вопросом есть какие-нибудь неплохо было бы отметить что сейчас дискутируется вопрос о том чтобы четырехдневную рабочую неделю сделать хороший вопрос действительно четырехдневная неделя она как раз списывается первое что не говорят на четырехдневную рабочую неделю это о том что она останется 40 часов то есть рабочий день с 8 часов увеличится до 10 смотрим марта смотрим британского экономиста который тогда об этом писал увеличение рабочего дня означает снижение заработной платы 4 дня в неделю казалось бы лучше 3 выходных останется но возникает вопрос что вот эта разница можно было бы на вторую половину недели нанять еще людей и работать или имеющихся заставить работать сверхурочно еще один день только этот день если будет на 40 часов еще один день это еще 10 часов смены то есть если сейчас вы работаете 8 часов пятидневку и вас привлекает поработать в субботу вы в субботу выходите работаете рабочий день 8 часов у вас всего получается 48 часов если вы работаете четырех недельную работу еще неделю по 40 часов плюс вас еще один день предлагают выкинуть субботу в пятницу вы работаете еще 10 часов равно 50 часов то есть плюс 2 часа 2 часа я написал проценты 2 часа 50 это 4 процента плюс 4 процента неоплачиваемого рабочего времени то есть чистая прибыль которая придет в карман капиталисты чистая прибыль на нее это не зарплата никуда она не уходит мы уже говорили об этом амортизация станет больше не станет от того чтобы проработали на 4 процента больше но капиталист на пустом месте получит дополнительную выгоду соответственно ВВП страны вырастет на 4 процента а потом Путин будет учитываться смотрите как хорошо вроде бы у нас и ковидло пришла да и пандемия и заработная оплата снижается и люди увольняют а ВВП растет за счет чего за счет чего за счет этого и растет так что переход на 4-часовую рабочую неделю без учета того что можно устроить две смены работать сверхурочки можно будет больше вот для этого оно и делается опять же для озвученных выше уже гастарбайтеров которые приезжают к нам на заработки для них это соответственно еще больше повод еще больше эксплуатирования как те булочники которые по 14-16 часов рабочих гоняли вот у нас ничем не отличается хотя прошло 200 лет я пытался вспомнить про булочников что там тоже исследователь говорил что булочники на самом деле два века назад хорошо живут потому что во время того как подходит тесто им удалось поспать да кстати технический процесс это нюанс небольшой но Михалыч правильно вопрос задал в принципе в марсе это тоже будет разбираться в следующем главе где-то действительно есть мы уже говорили технологические процессы вот как у булочников ты пришел замесил тесто оно поднимается два часа так как у тебя повреденная заработная плата ты должен сидеть на работе и тебе займет соответственно за эти два часа доплатят с другой стороны капиталист уволен эти два часа тебе не оплачет ну вот тебе комната отдыха иди спи а я соответственно тебе за эти часы не будут платить разницы особо смысла никакой нету потому что процесс этот непрерывный да и вот за сколько там булочник за 8 или сколько технических процесс идет вот сколько он хлеба за это время общего выпечит сколько его продадут столько ему за это время и заплатят тут вопрос как делают эти часы которые он может спать он может спать он может не спать его могут выгнать с булочной скажут что иди 2 часа гулять могут дать поспать 2 часа то есть и так и так и так но опять же возвращаясь к нормированному рабочему дню если у нас рабочий день нормированный 8 часов ты борешься чтобы эти 2 часа тебе рабочее время записали соответственно если тесто не успело зайти за 8 часов но это будет сверхурочная работа тебе должно будет оплачивать сверхурочную или надо что делать надо нанимать 2 комплекта пекарей они утром приходят вместе тесто заготавливают потом уходят со своей смены приходит вторая смена и она уже это дело напекает и выпускает никто не внущает работать 2 смены и много производства и непрерывный процесс идет и смены меняются и ничего страшного в этом нет переразбивка опять же 2 смены пекарей это 2 раза больше рабочих мест это отсутствие безработицы отсутствие безработицы отсутствие мигрантов соответственно больше заработной операции нам это выгодно бороться со сокращением рабочего дня и за увеличение больших мест любая сверхурочка длинный рабочий день чем ни мы меньше работаем тем больше чем больше – тем меньше получаем Нас манят сверху ручкой, останься поработать, я тебе накину больше, а тебе потом среднюю просто повод распуститься. Наши счет капиталисты шантажируют, что сделай мне эту работу хоть можно быстрее, тогда получишь барыш. А если будешь 8 часов убивать, тогда как обычно. Вопрос как раз в том, почему капиталисты за время платят, а не за штучный выплат. Это будет следующая глава, мы не будем, наверное, забегать. Потому что за время иногда, опять же, мы говорили в предыдущих главах про интенсивность. Если у тебя день ограничен по времени, у тебя есть смысл как можно более интенсивно сделать для работника, чтобы он много-много-много херачил. Опять же, когда мы говорили о том, что работодателя, если у него нет заказа, он тебе может вообще посадить. Сказал, все, работы нет, сиди. А за оставшееся время давай там все это делай быстренько. В режиме сверху эксплуатации это все сделаешь. А оплачу я тебе только вот эти часы. Поэтому у капиталисты есть свой повод именно платить тебе за время, а не за проделанную работу. Когда за работу будем говорить в отдельной главе, это попозже. Сейчас, наверное, поменяется больше для эффективности разделенный труд. Заготовщик делает какую-то заготовку, его сменяет, уже делает дальше другую часть своей работы, и потом сюда заместник приходит еще третий человек. Вот разделение труда, кстати, в принципе, с пекарями тоже повременная. То же самое. Ну да, повременная вклада, это вообще просто куда тебе платят за час твоего времени. В принципе, когда мы вкладную часть подписываем договор, мы обязываемся в течение месяца, в течение договора проработать столько-то дней, столько-то часов, согласно законодательству, так и написано, согласно законодательству, в котором прописаны все эти часы. Это все повременная зарплата. То есть сколько-то часов отработал, так и получил. Тут идет хочется добавить, тут идет экономия на аренде помещений. Помещения одно и то же используются, люди работают разные. База действована получается почти полностью все время. Если идет один человек отработал заготовщик, следует следующий, следующий, и потом третий, который непосредственно изготовлен. Да нет, аренда помещений это понятно, но можно было бы не за время тебе платить, а за выработку. Какая разница? Вопрос в том, что вот есть средняя зарплата, да? Ну ладно, давайте сбежим вперед. Если приходит работник, мастер все умеет, я допустим с этим сталкивался, да? Ты можешь там делать до хера и много, и качественно, и выполнять много заказов. У меня был такой вот. Когда только ты начинаешь выполнять много заказов, у тебя зарплата начинает расти еще в средней. Капиталисту сразу становится неинтересно. Тебе надо платить большую зарплату. Зачем тебе платить за большую зарплату? Он, соответственно, начинает или... Да, или на время тебя переводит, чтобы ты херачил столько же дел, но... Или нормативы меняют. То есть, за каждую произведенную штуку тебя начинают конкретно платить меньше. Поэтому, если ты можешь сделать много за это время, то тебе выгоднее платить за время. А самому уходить, я постоянно пинать и заставлять тебя быстро, 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 много работать, чтобы ты не поставил. Тут никуда не денешься. Тут может быть еще так сделано. Можно сделать, допустим, есть определенные часы, которые должны работать. И в эти часы должны определенные конечные продукции произвести. Есть смешанные системы. Опять же, Марк пишет в целом начале, что можно отдельную книгу написать. Он не берет эти моменты. Но, в принципе, мы все понимаем, что и штраф вводить, и смешанную, и договорную, и процент от этой части часов получает. Опять же, смотрите, почему время? Допустим, клиенты идут в магазин. Они же в магазин идут во время. Есть определенное время, когда люди ходят в магазин. Ночью они обычно туда не ходят. Круглосуточный магазин. А, соответственно, платить продавцу за каждого покупателя нет смысла. Ну, продавец постоял у прилавка. О, пришло 20 человек, все, мне хватит, я закрыл замок, я ушел. Бизнес прогорел. Поэтому им платят за время. И тут никуда не денешься. В ряде случаев нельзя платить за штучную работу. В ряде случаев надо платить за временную. Поэтому во многих местах эта схема до сих пор используется. Часто она, правда, принимает форму оклада. Оклад, когда делится просто за каждый час, а количество дней в месяц это делится. Определенная социальная гарантия. Большое достижение, кстати, в советской эпохе. Которая нам до сих пор засыпалась. Потому что, допустим, те же американцы до сих пор за каждый час глины получают. И сколько у тебя часа вышло в этот месяц, сколько ты и получил. А у нас как бы месяц короткий и месяц глины. А оплата у тебя одинаковая. Если ты проработал его. Ну, это не везде сейчас. Многие, наоборот, у нас тоже пиши на почистовую оплату. Да, да, вот та самая повременная. Да, окладная это не совсем та часть. Просто, как правило, в УЗах рассказывают, какая есть система оплаты. До сих пор экономисты про нее и рассказывают. В УЗах не говорят, что не повременная, а окладная. Потому что законодательство прописано окладная заработная оплата. И по норме выработки. Соответственно, отдельная оплата. Так прям УЗи рассказывают то же самое. У МАКСа просто повременно и поштучно. Ну, опять же так. МАКС пытается передать не законодательно, как оно происходит, а то, от чего отталкивается. То есть от времени и от количества выработанных штук. Тут можно еще добавить с продавцом. Ты сказал, Саша? Тут еще есть немножко такая скрытая эксплуатация. Помимо того, что он должен, конечно, обслужить покупателей, на него часто накладывается, особенно супермаркет, так и работа в супермаркете. Накладывается еще дополнительная функция расстановка товара. Получение продукции. Мы сейчас так выходим, а кассы работают две. А цены их не хватает, потому что они находятся на данный момент наставляя товар. Занятые этим. Ценники меняются. Дополнительно на них нагрузкой, чтобы они не сидели свои мысли часовой без дела. И ждали, когда приедут единицы. Их дополнительно как бы это. Правильно. Вот по временам оплатили. Вот тут только все, сидит клиентов нету, делал меньшее. И пошел товар таскать. И куда человек не денешься. Ему платят за время, он должен отработать. А если бы он был по штучному, сколько клиентов обслужив, столько и получил. Ты его уже хрен заставишь идти переставлять там ящики с картошкой. Поставать. Это будет тяжело. Поэтому по временам, только на первый взгляд кажется, что я буду ходить на работе, сидеть ни хрена не делать. Я буду зарплату получить. Нет. Капиталист и дурак. Он найдет способ с вас выжать с три шкуры. Здрасте. Да. Что? Еще?